Всем привет! Это очередной эпизод летсплея по игре Oblivion. В предыдущем эпизоде мы выполняли квест Серого Принца, узнавали о его происхождении и я тут предлагаю завершить исследование форта, чтобы не оставлять как бы за спиной не исследованные области, там вот я вижу кто-то стоит. Пока не понятно кто это такой, я попробую его атаковать из лука. Сохранимся. О, мы убили вампира. Ничего особо ценного на нем нет. Снова сохранимся. И обследуем боковой проход. Я так подозреваю, что здесь тоже вампиры. Так, боюсь, что нас спалили. А вот и болезнь. Так, ну, становиться вампиром я в данном летсплее не планирую. Поэтому надо срочно лечиться. Так, железная броня мне не нужна. Так, зелье, зелье, зелье. Исцеление болезней. Вроде вылечился. Сохранимся. Чем здесь можно поживиться. Пока я ничего не вижу. Ценного. Тут тоже. Снова сохранимся. Так, и снова из лука попробуем пострелять. По собачке. Опа, палево. Палево. Подзаряди мне магию, давай. Так, так, так. Стальной короткий меч подберу. Сохранимся. Что-то ничего особо ценного здесь. О, сундучок. Зелье нам пригодятся, разумеется. Больше ни хрена я тут не вижу. Ну да и ладно. Идем к выходу. Дада, иди. Собственно говоря, теперь можно закончить квесты на арене, то есть битвы на арене. Сейчас я отправлюсь к Серому Принцу, доложу ему. Порадую, так сказать. Порадую, так сказать. Порадую, так сказать. Порадую, так сказать. Что говорится в этом дневнике? Ну, в общем, он сильно разочарован, добавил нам навыки некоторые. В общем, она сейчас начнет отговаривать эта тетенька. В общем, понятно. Нам нужно теперь его вызвать. Сохранимся. Он разочарован. Да, я хочу вызвать тебя. Нужно сообщить бабушке. Неужели тебе хватило Агранак? Что ж, ты знаешь, я только хочу удостовериться, что ты... Могу начать бой. Значит, ты готов сразиться с Серым Принцем. Нам нужно выбрать себе псевдоним. Не знаю даже. Кувалдой называется, что ли? Сила магии. Беспонтовые все имена. Честно сказать. Я выберу Драконье Сердце. Драконье Сердце. В английской озвучке это звучит наиболее приличным образом. В общем-то, мы видим, что Серый Принц исчез. Он появится на арене. Здесь есть снова у нас манчкинская возможность прокачать некоторые навыки. Поскольку Серый Принц не будет атаковать. Косяк со звуком какой-то идет. Видимо, это косяк именно золотого издания. Ну, давай уже. Хватит трендить. Ну, и мы видим, что действительно наш Серый Принц атаковать не хочет и призывает нас его убить. Собственно, прокачка данной ситуации будет заключаться в том, что мы сдвинем ползунок на стройке сложности игры до максимума. Это придет к тому, что у Серого Принца добавится здоровье. И мы можем прокачать на нем некоторые боевые навыки. В принципе, любые боевые навыки. В данном случае я качаю клинки. Можно его, в принципе, было бы подлечить и, как бы, до бесконечности на нем клинки прокачать. Равно, как и другие виды оружия. Но этим я заниматься не буду, смысла в этом никакого нет. Главное, не забыть потом ползунок сдвинуть обратно. Сильные удары, как бы, делать невыгодно. Они снимают больше здоровья. Прокачка зависит не от силы удара, а от его количества. От количества ударов. И поскольку клинки у нас уже прокачаны, плюс он нам прокачал, по-моему, на три навыка клинков, то особого роста навыка мы здесь вряд ли получим. Долгие часы тренировок. Специалиста. Мы получили уровень специалиста. При использовании силовой атаки с шагом в сторону у вас появляется шанс обезоружить противника. То есть у нас появилась новая атака. С шагом в сторону, так называемая. Ну, срабатывает достаточно редко, я скажу. Нужно еще и удачу прокачивать, видимо. Вот, повышается снова навык. Я поремонтируюсь. Заодно прокачаем ремонт. Не срабатывает. Я скажу, что если мы до этого никого не убивали, то после этого боя нами заинтересовалось быть темное братство. Обычно я так и делал. То есть, если серый принц не сопротивляется, то это засчитывается как за убийство мирного жителя. Без штрафа, естественно. И появляется потом Люсьен Лошанс. Но мы уже в темное братство вступили. Снова ремонтируемся. Все. Нам нужно забрать его доспехи. И щит тоже. Давайте сравним, кстати, оружие. Мы подобрали серебряный длинный меч. Урон 7. А у остального 6. Поэтому я экипирую серебряный меч. Это, кстати, будет полезно при встрече с призраками. Приветствуйте нового героя, Сиродина. Приветствуйте великого чемпиона арены. А здравствует Оконье Великое Да, косяки озвучки. Ты можешь покинуть арену. Обратись к мастеру меча. Клянусь любовью, что... Хорошо. Так, тяжелые доспехи. Для меня большая... Тебе это удалось? Теперь ступай. Отдохни. Вот. И у нас сейчас появляется возможность участвовать в других боях. Уже не с НПС, а с монстром. Нам дали доспехи, но они... Так. 29. А если так? 31. Но наши лучше. Поэтому доспехи мужества я выкину. Сохранимся. Так. Она нам рассказывает про соревнования. Сделай свой выбор. Вот возможные при твоем уровне противники. Один кабан. Кабан и волк. Я выберу наиболее сложный вариант. Но ползунок сложности надо сдвинуть. Иначе нам туго придется. Верну на середину по умолчанию. И выйдем на бой. вверх. Иначе мы можем вверх. Иначе мы вверх. Противники зависят от уровня, конечно же, на нашем небольшом уровне здесь противники достаточно слабые, награда от уровня не зависит, насколько я знаю, она зависит только от того варианта, который мы выбрали, от сложности битвы. Отлично, один волк готов. Ну и все. Слава и господа, великий чемпион победил. Уважаемый великий чемпион, ты можешь покинуть арену и отдохнуть. Ты заслуживаешь этого. Так, ну и за награды, насколько я помню, тоже к бабушке надо подходить. Но, к сожалению, такие бои можно проводить только раз в неделю. То есть, зарабатывать на этом не получится особо. Отдохнем. Повысим уровень. Силу, выносливость, ну и силу воли. Шестой уровень мы получили. И сейчас самый подходящий момент, приобрести еще какое-нибудь обновление в наш замок. Так, а к кому-то надо обратиться, я уже что-то подзабыл. Так, купеческий трактир в торговом районе. Кстати, да. Там же можно сбагрить лишнее оружие. Ненужное. Я пока не выполняю квесты гильдии магов. По определенным причинам. На гильдии магов мы еще вернемся. То есть, я ее не забросил. Так, здесь я продам, пожалуй, серебряный кинжал. Стальные мечи. Стальной щит. Так, защита 8. И этот 8. В общем-то, ничем они не отличаются, поэтому стальные щит я продам. Золотой самородок продам. Шкуры волка тоже продам. Итого 3 300. Идем в купеческий трактир. Где бы он ни был. Библиотека, зал трофеев, казарма, кухня. Столовая. Кузница мне нужна. Тренировочный зал. Казармы. Хрен знает. Давайте выберем казармы. Стоп. Надо же. Точно. Что-то я сразу тут упаду. Казармы. Казармы. Превосходная сделка. Спасибо. Ну и сейчас я отправлюсь, собственно, в замок. Оценить. Купленную. Обстановку. Скажем так. Скину лишнее барахло. В общем, как всегда. Ну и где казармы. По идее, должна появиться охрана. Кузинца ни хрена не работает. Видимо, она к другому комплекту обстановки прилагается. Но я покупал еще и спальню. Тебе пришло письмо. Вот оно, сэр. Чего это? За письмо? Надеюсь, последние приобретения тебя порадовали. Я недавно узнал об одной вещи, которая может тебе быть интересна. Это древняя кузница. В рабочем состоянии. Она определенная. Так. Цена 3000 золотых. Блин. Надо было мне изначально сходить, конечно, получить это письмо. И купить лучше кузницу. Потому что казарма эта нафиг мне не сдалась. Так. Ну, здесь я опять тупанул. Также есть уникальная возможность изготавливать чучела. Они размещаются вот на этих постаментах. Всего их пять, естественно. Одно уже готовое. Чучело медведя стоит в одном из залов. Мы его видели. Ну, а вот спальня, собственно, преобразилась. Как дела? Однако сундука нет. Блин. Видимо, он появится, когда мы купим все. Ну, здесь есть шкафчики. Обучающая княженция. Очень кстати. Очень кстати. Ну, замок, он и предназначен для воина, поэтому княженцы обучают его. Так, а это что такое? Пусть ветер всегда дует тебя в спину. Что я могу сделать? Мне бы хотелось выпить. Чего бы тебе хотелось? Блин. Конечно. Рада услужить. Почему у меня дома такой нет женщины? Так, здесь у нас ингредиенты. Так. Так. эту вот бочечку я использую для складирования драгоценностей следующим образом вот мы скинули жемчужину в бочку ну и по мере нахождения драгоценностей драгоценных камней я буду скидывать их в эту бочку и довольно прикольно получится так надо выложить нам камни душ куда-нибудь я так наверное вот в этот ящик пометим чтобы не перепутать книжки надо куда-то выложить по логике вещей нужно сюда но сейчас я заниматься этим аккуратным расставлением не буду вот у нас есть кстати стальной кинжал тут по идее место для бумаг поэтому я записки сюда выложу а вот завещание не убирается ну да ладно таки вот тоже вложу шкура медведя ворованная тут у нас а вот еще сапфир точно ну пока не очень интересно теперь отправимся выполнять квесты темного братства инвентарь я освободил в целом неплохо темное братство располагается у нас в городе чейдин холл в заброшенном доме сохранимся так что-то я подзабыл где именно на все нашел вот у нас заброшенный дом блин до японская до японская до японская туплю тут можно осмотреть особо ценных вещей тут нет различный хлам валяется ну вот какая-то книжка водообливияна мне она ни к чему нам нужно идти в подвал при первом посещении этот подвал произвел на меня довольно жутковатое впечатление я конечно тогда не знал что здесь темное братство живет подумал что это сюжетная какая-то локация зловещий красный свет дверь с черепушкой пароль нам сообщили уже ну и озвучка опять не на высоте я скажу приветствую брат приветствую я ачива хозяйка этого убежища Люсиен рассказал мне о тебе добро пожаловать в темное братство теперь ты будешь жить в нашем убежище пусть оно служит тебе новым домом местом где ты можешь найти успокоение и защиту если в том возникнет нужда когда ты будешь готов к работе поговори с Винсентом Вольтиери он отвечает за распределение заданий для новых членов семьи но прежде чем ты уйдешь прими этот дар от твоей новой семьи это уникальные доспехи они легче чем доспехи из обычной кожи и черны как пустота теперь иди я и так слишком задержала тебя Винсент ждет ты найдешь его в его покоях иди дитя мое да пребудет с тобой Ситис нам дали доспехи скрытности особо базарить я с ней не буду давайте посмотрим доспехи ну повышение навыков естественно воровских воровских можно их напялить сразу да заключить тебя мать ночи в свои холмы такие довольно симпатичные на мой взгляд доспехи довольно полезные сниму щит вот сохранимся я рад привет ну здесь можно в принципе пообщаться с членами гильдии расспросить их о жизни нам нужен мой дорогой гагрон Винсент Вальтири он живет внизу наверное многие знают что он вампир вот он ах это ты наконец то мы встретились сердечно приветствую тебя полагаю беседа с очивой уже состоялась я Винсент Вальтири я даю поручение всем новым членам семьи пожалуйста пусть мой внешний вид не пугает тебя дела темного братства и его догматы стоят выше моих потребностей как вампир а теперь если новый прибывший готов к работе я выдам тебе твой первый контракт давайте спросим про догматы он должен нам рассказать по идее это убежище стояло здесь еще я был заражен вампиризмом три сотни лет тому назад будучи в экспедиции глубоко в землях Эшленда Варденфелла почти сотню лет я живу за тайну пока темное братство не нашли теперь у меня есть семья которая принимает и даже ценит мой уникальный дар возможно в будущем когда я почувствую что ты заслуживаешь этого я предложу тебе шанс стать охотником ночи то есть он предлагает нам стать вампиром про догматы не говорит контракт это секретный договор заключаемый с темным братством нам платят золотом и мы удаляем определенное лицо из этого мира контракт передается опытному ассасину который выполняет обязательства взятые на себя темным братством так было всегда при выполнении контракта у тебя появляется возможность заработать премию если соблюдены определенные условия теперь перейдем к делу я не знаю как ты относишься к пиратам но тебе придется убить одного из них капитана на его корабле окруженного его команды тебе это интересно конечно интересно вот что тебе нужно сделать отправляйся в портовый район имперского города там ты найдешь корабль под названием Мария Елена взайди на корабль и найди его капитана Гастона Туссо он будет в своей каюте ликвидируй Туссо любым удобным тебе способом сейчас эти пираты усиленно загружают корабль какими-то товарами возможно тебе удастся проникнуть на борт в одном из контейнеров о еще одно возьми в привычку беседовать с членами семьи и обо всех текущих контрактах их интуиция может оказать тебе неоценимую услугу будучи пиратом Гастон Туссо пролил немало крови кое-кто жаждет мести и они наняли нас чтобы мы осуществили ее то есть вот как он сказал мы можем обсуждать наше задание с другими членами гильдии и получать соответственно полезную информацию ну советы будут зависеть от конкретного персонажа вот этот орк к примеру будет предлагать силовой способ решения а вот персонажи такие как вот эта Мари будут как бы давать ценные советы касающиеся скрытного прохождения и получения бонусов давайте с ней поговорим обсудим контракт меня перевозили на тюремном корабле там было тесно и темно развернуться особо негде зато много темных уголков в которых можно спрятаться учти пока ничего полезно удачи брат я вижу у тебя контракт от винсента очень хорошо с каждой жизнью что ты забираешь сидис становится все сильнее и братство процветает как то я убила пирата правда тот корабль был в открытом море где-то между Варденфеллом и Солстаймом какие были времена тоже ничего интересного не говорит давайте спросим лучницу я Телендрилл лесной эльф и верная дочь Ситиса надеюсь тебе понравится наше убежище пираты как правило они очень ловки подвижны и хорошо владеют мечом но редко носят доспехи да еще они обычно не пользуются луками и магией ну и орка спросим ладно уж добро пожаловать в семью я бы крепко обнял тебя но отчиво просила меня не делать этого это твой первый контракт не надеешься на премию это правильно лучше забудь о ней кому нужны магические штучки если у тебя есть клинок самое приятное когда ты жертвы лицом к лицу это возможность сперва прошептать ей несколько слов ну знаешь что нибудь устрашающее например как то раз у меня был контракт на убийство маленькой девочки Норда на ее дни рождения она подумала что я шут но я сказал ей нет я посланник смерти ох как изменилось ее лицо ха-ха-ха она так и не дождалась твоего шестилетия да позитивный орк но информации пока что мы особо не получили добро пожаловать в нашу семью и в это убежище надеюсь здесь ты будешь чувствовать себя как дома в любящих объятиях нашей господи ну вот озвучка органянина вообще не радует в оригинале у него такая шипящая свистящая речь более аутентичная Елена говоришь я видел этот корабль у него на корме есть балкончик думаю с него можно попасть в каюту капитана может это пригодится а вот информация то есть мы узнали что можно попасть в корабль двумя путями первый спрятавшись в ящиках которые грузят и второй через вот этот балкончик я лично предпочитаю второй путь он быстрее но как бы может у меня сейчас не получится потому что нужно будет пройти мимо пиратов так сохранимся сохранимся вот корабль который нам нужен который нам нужен я слушаю тебя одежда темного братства охранников не смущает почему-то как и в муравине собственно говоря и вон он наш балкончик но запрыгнуть туда скорее всего можно только с той стороны поэтому переплывем сохранимся вот ящик который предлагают нам который предлагают нам в который предлагают спрятаться ну вот у меня получилось прыгнуть на балкончик сохранимся надо вооружиться очень сложный замок сейчас я потрачу наверное некоторое время на него да и и и и и и и материться буду скоро и 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 прощение серия получится видимо несколько длиннее чем обычно Отлично Наконец-то А вот и капитан Собственной персоной Ограбим капитана Если подождать, то в каюту вломятся пираты И нам предстоит с ними будет схватка Но ждать я не буду Сразу отправляюсь Сдавать квест Посмотрим на сабельку Неблохая, кстати Ну, для нашего персонажа Но серебряный меч лучше Сразу сдам квест И на этом эпизод закончим Продолжение следует... Здесь имеются также боковые помещения И персонажи перемещаются между этими помещениями То есть без квестового маркера Придется бегать искать Итак, пират ликвидирован Превосходно Никто не будет скорбеть по нему И Ситис остался доволен Пожалуйста, прими в награду черную ленту Это кольцо Сила которого может оказаться Весьма полезной для тех Кто ценит Осторожность Так, нам дали Колечко Повышение легких доспехов Взлома и сопротивление магии Это отлично У нас уже есть колечко Щита молний Ну и некоторое количество денег Тоже мы получили В общем-то На этом я эпизод закончу Спасибо всем за внимание Встретимся в следующей серии Всем пока